Сейчас подключимся и начнем. Вот так, примерно как-то так. Так, пристегиваемся, начинаем движение. И, соответственно, мой монолог, а лучше, если это будет все-таки беседа, диалог, прямое общение. Итак, на себя я ставлю камеру. Все, привет. Так, я вижу, уже в эфире люди есть. Замечательно. Тема сегодняшнего видеоподкаста – это детский ММА. Совсем еще недавно ММА – это был, в общем-то, даже не вид спорта. Это был формат, в котором состязались люди из разных видов боевых искусств. Вот, что такое было ММА. В настоящее же время ММА – это абсолютно сформировавшееся направление, самостоятельное, собственная техника. И, конечно, техника во многом взаимствована, но и очень сильно модифицированная. Именно под рамки смешанного вида единоборств. То есть, СБЕ, так называется. СБЕ, ММА. То есть, или, как говорят еще по-русски, так прям конкретно по-кандовому, СБЕ, ММА. Вот. Даже в союзе над ММА так сами говорят. А, соответственно, раз это стал полностью сформировавшийся вид спорта, абсолютно самодостаточный и самостоятельный, который к тому же прошел аккредитацию в Министерстве физкультуры, спорта, туризма и так далее, то, соответственно, и теперь им занимаются и дети. То есть, созданы специальные детские спортивные секции, в которых дети занимаются с самого начала ММА. Ну и вот. Чем же это чревато? В настоящий момент самым популярным видом боевых искусств, судя по количеству занимающихся в России боевыми искусствами, и вообще, кстати, всеми видами спорта, в принципе, любыми, самым популярным и самым массовым видом спорта является каратэ. Вот. Ну, все виды имеются в виду. И шатукан, и кокушин, и косики, и так далее. Вот. Но, значит, ММА претендует, наверное, по праву на то, чтобы, возможно, эту пальму первенства со временем отобрать у каратэ. Но при одном условии. При условии безопасности этого вида спорта для детей. Потому что до тех пор, пока он будет опасен, пока родители будут считать, что это кровавый спорт, в котором большое количество травм не только на соревнованиях, а даже и на тренировках, они своих детей туда не поведут. Только те папашки, которые брутальные, там, сами занимались когда-то, скажут, да, вот это нормально, там, для ребенка, для сына, там, замечательно все. Другие не поведут. Они хотят, чтобы ребенок мог, там, что-то мощь на улице противостоять хулиганам и так далее. Они понимают, что ММА это реально работает, но опасаются за здоровье, за целостность, там, своего чада. Правильно опасаются? Совершенно правильно, потому что не каждый ребенок продолжит свою карьеру в спорте, и, соответственно, нафига ему иметь какие-то травмы, если он дальнейшую свою жизнь со спортом не связывает. Он хочет просто заниматься ММА как видом боевого искусства. Ну и вот, совсем недавно я приехал с первенства России по ММА. Это первое первенство России вообще в истории союза ММА российского, где я работал, да, это была проба, это пробный шар, то есть соревновались дети в возрасте от 14 до 15 лет. Работал я, как сказать, доктором у ринга. То есть организовывали мы с моими коллегами всю медицинскую самослужбу этого чемпионата, то есть этого первенства, то есть где работают три структуры задействованные, то есть это вот именно врачи в ринге, то есть они там оказывают первую помощь, решают, помогают рефери определиться с тем, может ли боец продолжать бой или нет, и приводят бойца в состояние, предположим, останавливают ему коротечение, или иссечки, или носовое коротечение, и определяется, может он продолжить бой, или бой будет закончен техническим нокаутом, и так далее. Вторая служба, это медицинская, которая присутствует непосредственно на любом чемпионате в турнире, она оказывает помощь бойцам сразу после, если это несерьезная травма, и серьезная, если какая-то проблема, то дежурит еще бригада скорой помощи. Вот, это то, что касается соревнований, все понятно. А теперь о том, много ли было травм, То есть, насколько это вообще кровавый спорт. Расскажу вам из своего опыта, из своей практики. Значит, я был на многих соревнованиях по разным контактным боевым видам спорта за свою жизнь. На очень многих, хочу сказать вам, что нифига не больше травм, чем в других видах спорта, таких контактных. Не больше, я бы сказал, даже меньше. И сейчас я аргументирую, почему происходит таким образом, почему я считаю, что так оно получается. Значит, давайте с начала про то, что такое вообще первенство 14-15 лет. То есть, 14-15 лет это очень разносторонняя категория, почему она и была выбрана. Только в этой возрастной категории было 9 весовых категорий, представляете? То есть, детишки, 14-15 лет, в самых легких категориях весовых, я же не помню, какие там, до 40 килограмм, наверное, да? Они выглядят как вообще, ну, просто маленькие дети 10-12 лет. Вот так вот примерно. Это вообще малыши, можно сказать. А те, которые выступают в категории до 80 килограмм и выше, это уже мужики. То есть, в 14-15 лет они здоровые такие, вообще лоси, под метром 80 ростом, и у них уже чуть ли не борода растет. То есть, они реально вот по росту весовым показателям могут спокойно участвовать в мужских турнирах. И поэтому на этой возрастной категории можно было посмотреть вообще, как это все работает на всей детской возрастной своей группе, на всех самых первенствах. И само собой разумеется, что в более легких весовых категориях, в более малых возрастах, там по-любому травматизм будет меньше, потому что чем дети меньше, тем и травматизм, соответственно, меньше. Удары слабее, оснащение техническое слабее, кости гибче, именно кости, суставы, связки тоже. То есть, вообще проблем возникает мало. Ударные техники, они друг друга травмировать не могут. Вот, а с гибросковой тоже возникает очень мало травм, не больше, чем в любой другой борьбе. Вот. Это что касается вот этих вещей. Так вот, только на моем ковре, где я был, соответственно, там в первый день в отборочных было 45 боев, и чуть-чуть поменьше было на соседнем. Где были более легкие весовые категории. Вот. Понимаете, 45 боев в отборочных на одном, и 40 с чем-то на другом. Представляете, да? И вот за все это время, ну, понимаете, травм практически не было. Ну, практически. Вот было два нокдауна, это у таких парней, которые уже мужички конкретные. Вот. И несколько было растяжений, ну, потому что болячки на руке есть, и, соответственно, ребята там терпят, что делать, соответственно, не надо, но резкие, такие бодрые. Но растяжения все несерьезные, то есть ерунда, не нуждается никто в госпитализации. Одна единственная травма была, достаточно нехорошая такая-то была травма колену одного парнишки, который он получил по своей вине, не по вине рефери, не по вине его, значит, оппонента, в этом объекте противника, его взяли на, значит, ахил, он стал из него вылезать и выкручиваться, а на ахил его взяли стоя. Вот, он стал выкручиваться в сторону, и в итоге повредил себе колено сам. То есть никто ему ничего не делал. Почему бы, если бы было все по-другому, и это было бы лежа, и так далее, то не было бы травмы, если бы он бы сам виноват не был. По одной простой причине. Я расскажу теперь о правилах в детском ММА. В детском ММА очень много, значит, ограничений, и хотя это микс, микс от маршал артс, вот, и все такое, вот. Ограничений там огромное количество. То есть, первое, нельзя делать прямые захваты за шею руками, то есть замыкать руки в замок захватом за шею. За шею можно двумя руками нельзя. То есть, на шею воздействовать напрямую нельзя. Только через руку. Запрещены удушения любые. Запрещено брать треугольник. Хоть через руку, хоть как, потому что непонятно, контроль это, или идет уже, значит, удушение. Запрещены болевые на колено. То есть, на сгиб колено, ну, рычаг колено имеется в виду. И скручивание пятки, то есть, на скручивание колено. На стопы любые болевые разрешены. Разрешены любые болевые на руки. Запрещены удары локтями, как в стойке, так и лежа. Запрещены удары коленями, как в стойке, так и лежа. Запрещено добивание лежа в голову, только добивание в корпус. Знаете, какое огромное количество ограничений. Соответственно, с этим боец имеет возможность продемонстрировать свою технику, но травмы практически минимизированы. Да, конечно, техника получается слегка, да не слегка, а очень сильно выхолощенная. Но мы же понимаем, что мы имеем дело с детьми, и поэтому здесь, прежде всего, здоровье и отсутствие травматизма играют для нас главенствующую роль. В связи с этим травм практически нет. Что касается сечек и всего прочего, они дерутся в шлемах, опять же, защиту на голень. Все, и перчатки не разделенные на пальцы, а закрытый кулак. Ну, то есть, кисть открыта, можно делать захваты, но сама поверхность кулака, она закрыта сплошной такой поверхностью. То есть, это снижает количество сечек с гранями этой перчатки. Вот. Понимаете, все. То есть, ребенок вообще со всех сторон защищен. Теперь, что касается правил и работы рефери. Когда выходит на болевой, дано право рефери остановить бой, не дожидаясь совсдачи. То есть, буквально любой скрик, возглас, стиснутые зубы и мычание уже расценивается как совсдача. Не нужно дожидаться, пока похлопает. Это раз. Два. Нет такого понятия, в принципе, как нокаут. Почему? Потому что никто не открывает счет и не ведет его, не досчитывает 10 секунд. То есть, фактически, любой нокдаун здесь равноценен нокауту, потому что добивать не дают. Потому что, во-первых, как я сказал уже, добивание в голову запрещено. Добивать по корпусу человека в нокдауне тоже смысла не имеет уже никакого. То есть, все понятно. Человек, кстати, пропустил удар, попал в ситуацию нокдауна. То есть, его реально мотнуло, повело. Если противник его готов дальше добивать, то есть, он уже подскакивает, вот все. Здесь рефери просто разнимает и засчитывается победа техническим нокаутом. Все. Понимаете? Никаких совершенно там нету. Давай там дальше подеремся там, а я бы мог продолжить бой. Этого не существует. Что касается болевых. Дальше. Значит, сейчас я вот отвечу на то, что мне написали. Как Рамон написал. Сейчас я прочитаю и отвечу. Просто я хочу договорить. Что касается болевых, здесь та же самая вещь. То есть, берет на рычаг локтя. Если позиция четко зафиксирована, доводится до прямого состояния руки. Все. Бой останавливается. Потому что, понятное дело, что вывернутые локти и выкрученные руки никому не нужны. Соответственно, бой. Но установлен прием защитным. Да, возникают в этом плане там некоторого рода сначала противоборства, там апелляции к тому, что, а типа я бы мог. Но тут, понимаете, если с самого начала правила, значит, оговорены, что вот до такого состояния я довел и прием сам не защитным. Ну вот не доводи до такого состояния приема. Не в том суть, как ты можешь это терпеть и выйти из плохого положения достойно с травмой. И даже, может, с ней потом победить. Это не нужно. То есть, там травму заработать никто не даст, если только ты сам этого сильно не захочешь. Вот. В итоге все получается нормально. Ну вот, сейчас я отвечу на вопрос, а потом я поговорю про уровень, который сейчас есть в детском ММА. Итак. Одну секунду. Так, так, так. Вот Крамон написал. ММА не спорт в классическом понимании, а система проведения соревнований. Детям вначале нужно... Нет. Я не согласен с вами. Детям вначале нужно отводить. Я раньше тоже так считал. Теперь я так абсолютно не считаю. Не нужно. Не нужно. Это именно раньше было, значит, ММА формой проведения соревнований. Формой правил, где соревновались бойцы из разных видов направлений боевых искусств. Кто-то занимался боксом, кто-то чем-то, потом они сошлись. И это было именно шоу. То есть, у каждого была своя первоначальная база. Какая-то школа, какая-то база, которую он потом развивал или не развивал. И в итоге усовершенствовал для того, чтобы драться без правил. Сейчас ММА – это школа. Это форма боевых искусств. Есть люди, которые начинают заниматься ММА с самого начала, не занимаясь никакими видами других боевых искусств. Ни каратэ, ни боксом, ни самбо, ни рукопашным боем, ничем, они сразу кое. Я прошу прощения. Наверное, у меня слетела трансляция. Поэтому я просто повторюсь. Нет. Значит, вот тут пишут мне, что, значит, ММА – это форма проведения соревнований, а не вид боевого искусства. Я, значит, повторюсь. Я раньше тоже так считал давно, теперь так не считаю однозначно, потому что ММА – это полностью сформировавшаяся школа. Школа. Школа боевых искусств. И очень много приходит туда людей, которые до этого никакими видами других боевых искусств не занимались. Ни самбо, ни дзюдо, ни боксом, ни какой-то другой борьбой, ни каратэ, ничем. Они с самого начала занимаются ММА. Приходит ребенок в 5-6 лет заниматься в секцию, ну, или старше, и он занимается с самого начала только ММА. В ММА сформирована своя базовая часть, своя методическая база практически. Она, конечно, в разработке находится еще. И поэтому, когда критикуют технику бойцов ММА, говорят, там у них какая-то кривая техника, ребят, она не кривая, она специально модифицированная под универсальный бой, под бой, как вот реальный, такой, какой в ММА. То есть, понимаете, не надо там именно классической самки-боксерской техники, не надо классической самки-каратистской. Там своя уникальная школа, уникальная своя техника, заточенная под бой практически голыми руками, под бой, когда, возможно, борьба, под бой, когда, возможно, когда практически разрешены любые приемы, любые добивания и так далее. Поэтому техника модифицируется. И в этом плане даже методическая база из других направлений часто очень мешает бойцу в ММА переквалифицироваться. Все самые лучшие бойцы среди детей, вот на первенстве России были те, кто с самого начала занимается ММА, а не чем-то другим. Вот. И как раз я хотел поговорить про уровень, который в ММА сейчас есть. Уровень фантастический у детей. Я просто в шоке от того, насколько колоссальный у них уровень, вообще-то, подготовки. То есть, учитывая тот факт, что они целенаправленно занимаются, там, ММА на протяжении некоторых, там, трех, а некоторые, где даже пяти лет, они в 15 лет достигают такого дриблинга, тайминга, чувства, ритма, стратегии, тактической подготовки, технического оснащения, что это просто что-то с чем-то. Иногда смотришь бой, ощущение такое, что смотришь какой-то гонконгский боевик, настолько там элегантно применяются техники, самые разнообразные. Один прием контрится на другой. Причем настолько это выглядит, это является как эффективным, так и настолько же эффектным. То есть, ощущение такое, что это запланированный по сценарию прописанный бой. Вот так это может выглядеть, понимаете? Это просто фантастика. Я представляю, что будет с этими ребятами, когда они достигнут 20-летнего возраста, если кто не бросит сам заниматься. То есть, еще прозанимавшись в такой стезе на протяжении еще пяти лет, то есть 5 плюс 5, там, условно, 10, это будут просто величайшие бойцы современности, которые превзойдут любых академических бойцов, которые занимаются однонаправленным каким-то сам стилем. Имеется в виду, если биться именно по правилам ММА. То есть, когда разрешено все. Понимаете? Вот так это работает. Сейчас. Так, правила отличаются с сетилевого каратэ, граничный контакт. Мало правил отличаются. Ну, мало-немало, скажем так, отличаются. Во встилевом каратэ нельзя бороться. А в этом партера нет. Ну, как такового. Здесь партера полно, пожалуйста. Здесь ты можешь именно победить в борьбе. Вот. Довольно продолжительный. Это что касается про правила, значит, ММА самодетского, да? Ну, вот. Значит, дальше. О чем я хотел еще поговорить в рамках травматизма и в рамках правил. Про судей сказал, что разрешено, значит, судье там останавливать бой. Что-то у меня какая-то еще была мысль, но я вот отвечал на вопрос. А, да, почему в ММА травматизма даже меньше, понимаете? Потому что нету конкретной прицельной направленности на одну какую-то точку. То есть, понимаете, вот предположим взять тот же самый бокс. Величайшее боевое, ну, искусство, скажем так, ударное. Просто фантастическое. Одно из самых лучших, какое только в мире существует вообще. Вот. Особенно если руки подготовленные, человек умеет драться голыми руками, да? Но, понимаете, основная мишень все-таки, основная, в которую выбрасывается 90% всей ударной техники, это голова. Соответственно, как ты ее не защищаешь, в голову все равно прилетит самое большое количество ударов. На тренировке или во время боя, или пройдет большое количество. Учитывая тот факт, что сельчик мало, так как руки защищены перчатками. И, то есть, можно довольно много по башке получать, пока не остановят бой, если удары не сильны. Но поймите, что именно вот это вот смягчение удара перчаткой, якобы смягчение, когда ты своей перчаткой прикрываешь голову, тебе по ней попадают, либо это перчатка противника, который он тебе попал, оно делает что? Оно не повреждает мягкие ткани, то есть, мало повреждает мягкие ткани лица. Но зато весь удар уходит непосредственно в череп, что называется, в мозговой. Куда бы по башке не попали, все идет отголоском на мозги. Если голой рукой можно резко хлопнуть по челюсти, и сломается челюсть, условно говоря, но это я не про... Ну, это мы сейчас говорим, а про уличный бой, предположим, тот же самый. Или попасть в щеку, там, да, будет там, сработает на мягкие ткани что-то, вот, то мягкой перчаткой этот удар идет как бы бревном. Вот такие наталкивания по башке, они все идут вглубь черепа. И каждый удар, даже мало-мальский, идет отголоском на башку, то есть, на мозг. В итоге они накапливаются за всю свою жизнь, они накапливаются в каждом раунде тоже. Поэтому башка, если у нее пропускать постоянно в боксе, а пропускают все равно много во время подготовки, по-любому, она болит даже после тренировок, даже при легком спарринге, если друг другу накидали, даже по лбу, условно говоря. Все. На тренировках же в ММА такая тема унифицирована, нивелирована чем? Во-первых, люди работают в перчатках практически голыми руками, да, не бинтуясь, ничего. То есть, здесь два момента. Они понимают цену, вот, ошибки, поэтому на тренировках удары не наносятся друг другу по голове не сильно никак, потому что даже не сильно уже будет повреждение кожи, ссадины, царапины и все такое прочее. Поэтому этого нет. Второй момент. Что касается повреждений, того, как удары будут наноситься на соревнованиях. Удары наносятся не так часто, не в таком количестве, они выбрасываются ни по голове, никуда. Да, по одной простой причине. Работая голыми руками, человек понимает цену ошибки промаха своей рукой в плане того, что он свою же руку повредит. То есть, попал в локоть, попал в колено, попал противнику в лоб и травмировал собственную руку. Понимаете? Потому что она вывихнется, сломается, разобьется кулак и так далее. В гладиаторских боях, когда дрались боксеры голыми руками, бои длились иногда по 30 и более раундов. Вы думаете, что, они бить не умели? Были они лохопетами такими? Нет. Бои длились потому так долго, потому что уже с первого раунда люди разбивали и травмировали себе руки. И не могли нанести потом сильный сокрушительный прием. Понимаете? Потому что кулаки они разбивали. Они разбивали противнику лицо в хлам, но они разбивали руки и себе. И поэтому, понимаете, не били сильно. Я не к тому, что сейчас это должно происходить. Сейчас люди руки подготавливают, бьют ими сильно и так далее. Но все равно боец ММА выбрасывает меньшее количество ударов. И меньшее, соответственно, количество ударов люди получают по башке. За весь бой в ММА противник может, там, или они могут обменяться двумя-тремя ударами в голову точными. В боксе же намного больше пролетает в любом бою, который мало-мальски затягивается во времени на несколько раундов. Еще такой момент, да? Дальше. Ситуация. В ММА удары распределяются по всему телу. Там бьют как руками, так и ногами, в корпусы по ногам и по рукам и так далее. Вот, понимаете, уже, соответственно, на то же количество выброшенных ударов распределение по разным частям тела идет более равномерное. И, соответственно, в одну и ту же точку прилетает ударной техники намного меньше. Опять же, травматизм отсюда меньше. В общем, очень много моментов, которые делают ММА менее травматичным. Особенно, как я уже сказал, для детей в силу ограничения по правилам. И то, что мы видим иногда кровь. Ну да, но поймите сами, что кровь это сечка. Сечки, как правило, это рассечение кожи, либо разбитый нос. Чего там страшного? В этом ничего страшного на самом деле нет. И если, конечно, правильно работает тот же самый медик в ринге, вот как я, то это все убирается в одно касание, если это правильно делать. Да? То есть, боец все время будет чистенький, красивый и без всяких абсолютно никаких проблем. Так, читаю дальше. Нынешние чемпионы все с бэкграундами ударки или борьбы. Поживем, увидим. Ну, конечно, конечно, взрослые чемпионы, да. Потому что ММА всего существует всего несколько лет, условно говоря. Мало еще существует времени. Поэтому так и происходит. Потому что тренера, которые сейчас, значит, ММА занимаются, которые преподают, они тоже не выросли как тренера на ММА. Они выросли как тренера по боевому самопопашному бою, по борьбе, по дзюдо, по боксу, по чему-то еще. Вот. Именно так. И поэтому они, конечно, когда готовят своих спортсменов, они, конечно, готовят их с преимущественно той техникой, которой они овладеют сами. Но сейчас пройдет какое-то время, и когда вырастут вот из этих детей, которые с самого начала занимались ММА, тренера, которые будут с самого начала преподавать ММА, то есть они бокс или что-то еще, и потом переквалифицироваться. Вот тогда мы и увидим вообще истинное лицо школы. Истинное лицо школы. Вот так и будет. Да. Поэтому и там и не будет видно, что кунг-фу сильнее, потому что там не будет ничего кунг-фу. Я вам скажу даже больше того. Да что ж ты не едешь-то? Вот. Так, прошу прощения, отвлекся, отвлекся. Так, так, так. Ну вот. Ребята, обязательно, девчата, кто не смотрел, посмотрите с самого начала. Это очень-очень интересное видео, я считаю, я сегодня записал. То есть это хороший был эфир, хороший такой подкаст. Обязательно посмотрите. Потому что я, в принципе, приехал, у меня сейчас тут важная встреча. Долго в машине не могу сидеть и рассуждать на эту тему. Вот. Но я хочу сказать, что никакого кунг-фу не будет. Я больше того скажу, там, чье-то кунг-фу одно, другое, третье, пятое, десятое. Будет один унифицированный вид. Мы и сейчас видим, что все меньше и меньше бойцы из разных направлений, встречаясь по определенным самым правилам в одних и тех же соревнованиях, у них техника не различается. Вы уже не различите бойца одного стиля карате от другого, если они выходят на ринг в Кайван, предположим, или куда-то еще. Не отличите никогда. Вы не отличите борцов, которые борются в грэплинге, предположим, где разрешена любая борьба, без куртки, там, любые приемы. Вы не отличите одного от другого. Ну, разве что только по бедности техники вы можете там отличить одного бойца от другого, если он не умеет применять какую-то технику. А так у них все будет одинаково. Вы не поймете, кто из них пообщается. И кто. Вот. И то же самое произойдет абсолютно с модификацией всех боевых искусств, которые будут претендовать на реалистичность. Они все станут похожи на ММА. Я вас уверяю. Ну, ладно. Всем пока.